Саратовская область – неосвоенная территория туризма. Каждый район способен обеспечить своим гостям как минимум нескучные выходные, считают в областном правительстве. Саратовским журналистам предоставили возможность почувствовать себя в роли потенциальных туристов. Выбор пал на поселок Ровное и его окрестности. Туристический потенциал Ровенского района изучила Юлия Шишкина. Праздничная арбузная колония, коллектив редакции газеты «С нами победы!» Этот парад энергии и буйством красок не уступает бразильскому карнавалу. 247-й день рождения поселка Ровное отмечают арбузной феерии. Все вокруг в красно-зеленых тонах и арбузы во всех проявлениях. Рисованные, вязаные, деревянные, съедобные. Арбузные картины и скульптуры стали новым ровенским промыслом, у которого есть свои секреты. Лучше всего розовенький, когда он. И не сильно у него воды много, он не лопается. А когда он сильно спелый, он не так смотрится. И сегодня, и вчера отдел арбузных мастера на арбузный карнавал всех на праздник нас собрал. Гордость Ровенского района арбуз решили сделать местным брендом. Не только экономическим, но и туристическим. Пафосного курорта в Ровенском районе не обещают, но уютный отдых в шаговой доступности гарантируют. Пытаемся представить туристический потенциал нашего района, изюминки его, потому что в районе есть изюминки. Это Волга, это арбуз, это специфика нахождения нашего района. И все-таки есть места, где можно действительно в рамках одного-двух-трехдневных туров, выходного дня, можно отдохнуть. Места будущего отдыха показывают саратовским журналистам. На берегу реки Торлык местный бизнесмен-конезаводчик Илья Ермеков взял в аренду 6 соток земли. Уже построил гостиницу, закупил лодки и катамараны. Он готов носить своих гостей буквально на руках, лишь бы они приезжали почаще. Ермеков уже вложил в агротуризм 7 миллионов рублей и не собирается останавливаться. Планы у инвестора наполеоновские. Журналистам предлагают прокатиться на лошади. На таком смирном жеребце, как Орлик, не страшный в первый раз сесть в седло. Впечатления необыкновенные. Чувствуешь себя по-другому и вид отсюда более живописный. По словам районных властей, у бюджета нет финансовой возможности помочь в развитии туризма. Но во всем остальном инвесторам зеленый свет. Взять вот кредиты помогли, допустим. Оформление земельных участков, привлечение туристов, помогаем. И во всем поддерживаем. Еще один козырь Ровенского района – богатая история. Это бывшие земли немцев по Волжье, после которых осталась, например, вот такая огромная, выше современной десятиэтажки лютеранская кирха. Когда-то ее украшали колокола, внутри был орган. Изначально при переселении и суда немецких поселенцев наша кирха имела деревянный вид. После выселения немцев в кирхе располагалась трудовая исправительная колония имени Сталина. И вместо крестов горела пятиконечная звезда. С кирхой связаны местные легенды, о которых охотно рассказывают в Ровенском музее краеведения. В его хранилище 15 тысяч экспонатов. Истории немецких колонистов местные власти очень надеются привлечь иностранных туристов. А россиян достаточно просто активно информировать, считают в региональном правительстве. Мы обязательно до конца года сделаем красивый, яркий, интересный сайт, на котором туристского информационного центра, на котором любой желающий сможет зайти и узнать вообще, какие у нас есть изюминки в нашем регионе, где можно провести экспедицию выходного дня или отдохнуть недорого. Сколько туристов это привлечет, пока неизвестно. Но кроме арбузов и природных красот, в Ровном еще планируют заняться разведением рыбы и открыть филиал школы гребли на байдарках и каноэ. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.